здравствуйте в этом видео расскажу немножко про мойку автомобилей то есть у вас есть четыре способа помыть машину то есть первый способ это если вы взяли ведра скажем да воды налили ведро тряпка и погнали мы сами машину это в основном для тех кто же в частном секторе потому что кто живет сейчас высот каким тягать ведра как бы с водой вверх вниз там по лестницам попали в там как бы не сильно удобно для такой редко вы увидите второй вариант это конечно вот такая мойка самообслуживание сейчас мы на него заедем статьи по мой машину покажу вам такие мелкие как бы моменты третий способ который помыть машину то тунильная мойка в тунельную мойку загонять и там тоже если и плюсы свои минусы но туннельная мойка это самая быстрая мойка я вам потом тоже вкратце покажу это будем от clearedный мойки но четвертый способ это конечно когда вы загоняет ее на обычную мойку где ребята моют мощики машину вы загнали в бокс оставили как бы машину дают если ребята помыли в как рики все вымыли по ним напрягаетесь случае бата все за вас сделали то есть мы сейчас заедем на эту мойку на войку сам обслуживания вам покажу как здесь моют машину то есть кратце покажу что там за кнопки и сколько примерно это стоит смотрите есть разные варианты здесь чем можно мыть можно останавливать когда мы моете вы примерно 20 гривен и покупаете один жетон один жетон вам дает время как бы да дает время скажем 5 минут воды вы все вы просто хотите водой сбить есть как бы видите пена я бы что задувай как на мой как вы видели пена белая задувает один пистолет здесь дает пену остальных идет вода то есть вы кидаете сюда что он покупать и что не дайте нажимаете пена то вает и теперь нажимаете стоп останавливаете ждете чтобы она немножко можно конечно тряпочкой по ней пройти либо стекло потом включаете либо космос осмос это вода такая специальная вода как бы ощущающих а точка не было разговора в основном с сбиваю сбивают конечно обычной водой холодной то есть как бы да что было дешевле потому что все что в отк примеру да вы можете воском задуть можете теплой водой сбивать то есть но опять же таки это все будет дороже то есть если вода теплая то есть она идет 40 градусов то есть понятно ее будет на эти да этот жетон и и будет гораздо меньше самый дешевый вариант это конечно задуть пеной и сбить просто холодной водой что мы в принципе сейчас и сделаем потому что если мы заезжаем на мойку самообслуживания то есть такую экспресс то на ней как бы понятное дело если цена вопроса помыть машину здесь составляет скажем 60 гривен то смысл тогда мыть на экспресс и есть смысл тогда заехать на обычную мойку ребятам да чтоб они полностью помыли вытерли его уехали нет смысла на самому это все делать это именно такие мойки именно как бы смысл ее в том что помыть дешево машину как бы но самому скажем да смотрите мы сюда денежку засовываем 20 гривен дает нам жетончик вот этот жетончик мы кидаем такой же они по-разному выглядят накидаем его наш автомат и моемся то есть смотрите если вы как бы у вас нету 20 гривен скажем да ну то есть денег чтобы запихнуть в автомат чтобы он дал вам жетон то всегда есть мойщик здесь как бы до который это все обслуживает у него есть разменные деньги то есть вы можете купить у него же тон либо он вам продажет он либо он вас 2 разменяет вы пихнете в автоматную получите естественно жетон посмотрите мы кидаем его сюда мы сейчас возьмем пену Смотрите, то есть разные пистолеты. И вот этот пистолет, видите, у него нет кнопки здесь нажимать. Отсюда дует пена. То есть мы сейчас задуем пеной. То есть в идеале, конечно, ее было сбить водой вначале, а потом задуть пеной. Но получится тогда очень дорого. То есть тогда уже нет смысла на такой экспресс-ке мыться, потому что получается цена дороже. И тогда выгоднее уже заехать просто на обычную мойку, скажем, да, к ребятам в бок, чтобы они помыли, то есть, скажем, мойчики. То есть нажимаю стоп, пена остановилась, и мы ждем, чтобы она немножко стекла. То есть можно, конечно, взять сейчас мочалку, пройтись по ней мочалкой, она будет гораздо чище, потому что если сейчас подождать ее просто сбить не вытирая, то в принципе пыльца легкая останется. То есть чтобы она была в идеальной чистой, ее нужно будет после того, как мы ее помоем, конечно, вытереть насухо. То есть сейчас как бы зима, но на самом деле на улице плюс, наверное, 7-8, поэтому если бы сейчас был бы мороз, и мы так задули ее пеной, эта пена сейчас вся замерзлась, потом бы пришлось бы еще проблематично сбивать ее с бразбойта. Но я думаю, когда здесь идет мороз, то на таких мойках даже пена как бы не включается, то есть вы моете в основном теплой водой. Но опять же такие, ну теплой или холодной, но я когда мыл на этой мойке, здесь было на улице где-то минус 7, то есть моешь и она успевает замерзать, это как бы основной минус как бы таких моек, что на улице как-то моешь, в мороз она замерзает. Но когда вы моете машину летом, конечно, какие могут быть проблемы, то есть как сейчас плюсовая температура, естественно, ничего не замерзает. Смотрите, на многих мойках, когда вы нажимаете стоп, таймер все равно продолжает отсчитывать. То есть пока вы стоите, есть, конечно, полный стоп, вы, скажем, стоите 3 минуты, таймер, ну, как бы цифры у вас не уходят назад, то есть деньги ваши не кушаются. Но здесь, видите, мы стоим, пока стекает у нас пена, таймер как бы считает все равно, как бы, да, в обратную сторону, видите, уже 39, оно все падает, падает. То есть на холодную воду у нас сейчас времени не останется, нам придется сейчас еще докидывать один жетон, и мойка получится уже, скажем, да, 40 гривен. То есть, ну опять же такие, то есть на обычную сейчас мойку заехать за 40 гривен машину вы не помоете. Ну 40 гривен это меньше 2 долларов, то есть один жетон, чтобы было понятно, то есть 20 гривен это примерно 80 центов, то есть полтора доллара, грубо говоря, чтобы помыть машину. Смотрите, с одного пистолета идет пена, с этого пистолета уже идет вода. То есть мы нажимаем на кнопку, ну на ручку, понятное дело, как на обычной мойке моем, только нужно включить, нажать на кнопку здесь, выбрать, что мы хотим. То есть у нас, конечно, таймер уже досчитывает, сейчас придется еще докинуть. Смотрите, я включаю холодная вода, нажимаю, да, и пошел мыть машину, то есть сам. То есть закинули еще жетон, кстати, узнали, здесь пауза полторы минуты. Если мы нажимаем на стоп, полторы минуты, то есть баллы у нас не снимаются, то есть время не идет. То есть смотрите, машину мы помыли, можно, конечно, ее стоять вытирать, если на таких экспрессках очереди нет, за вами других машин нет, то можно, конечно, постоять ее и здесь вытереть. Если нет, то обычно ее выгоняют уже с бокса, чтобы другие заезжали. Ну и там, естественно, уже сто и вытирай. Здесь есть такие, смотрите, если посмотреть, они, правда, не работают, что-то у них здесь случилось с водой. То есть как раз для тряпок. То есть есть отжим, смотрите, обычно нажимаешь здесь на педаль, и здесь льется вода, но у них что-то с водой. И есть такая штука, чтобы можно было отжать мочалку, отжать тряпку. Плюс есть пылесос, то есть вы можете так же купили жетон, кинули жетон, 8 минут пылесос отдается. То есть вы сами встали, коврики кинули на такие подставочки, чтобы было удобно. И можно здесь, скажем, попылесосить, все это как бы до дела убрать. В общем, мы, чтобы не задерживать людей, выезжаем как бы из бокса, и там ее уже вытерем, доведем машину до ума. Смотрите, вот такая же мойка, мелько вам здесь покажу. Здесь как бы не жетон нужно кидать, а здесь уже денежку мы пихаем и переводим деньги на наш бокс, который мы моемся. Сюда денежку, и сюда мы переводим на тот пост, на который мы моемся. То есть, к примеру, видите, третий пост, скажем, да, мы сюда денежку пихаем, видим ее здесь, нажимаем третью, она переводится на нее. И здесь все то же самое. Два пистолета, с одного дует пена, и со второго идет вода. И здесь мы уже работаем, здесь, смотрите, то же самое, просто, видите, денежку мы сюда переводим через такой, да, приемник денег. Видите, тоже холодная вода, горячая вода, пена, чеснок, воск, космос, стоп. То есть, все то же самое. Смотрите, туннельная мойка, есть такие ролики. Нужно подъехать колесом, поставить нейтральную передачу, и тормоз не нажимать. Смотрите, видите, колесо цепляет, тормоз вы не держите, ставите нейтральную передачу. На автомате то же самое, вы ставите нейтральную, руль вы тоже не трогаете, оно само вас тянет вперед. То есть, вот этот, видите, ролик, он толкает вашу машину вперед, он ее катит. Если вы будете держать тормоз, понятно, машина начнет дергаться, вы это поймете. То есть, она должна стоять не на передаче, просто катиться, можете даже выключить движок. То есть, минус такой мойки, если на вашей машине есть обвес, дополнительные какие-то зеркала, мухобойка, то есть, это все может пообрывать. Они об этом сразу говорят, поэтому тоже лучше не рисковать на нее заезжать. То есть, это самая быстрая мойка, но, честно говоря, не сильно дешевая. И, как бы, да, вот минус того, что что-то может, как бы, вот эти, вот видите, крутилки могут что-то пообрывать. Вот, видите, такие идут колесики. Если была еще одна машина, как бы, начало захватывать бы следующую машину, следующая машина пошла. То есть, даже есть такие надписи, если видно, не тормозить. Чтоб никто не держал ногой тормоз. Смотрите, с обратной стороны уже машину здесь сушат. Видите, стоят мощные вентиляторы, мощный обдув. Также машину тянет, видите, он подымается, подымается. То есть, когда сидишь в салоне, конечно, стрёмно. Видите, как оно потихонечку подымается. Если оно не подымется, то, понятное дело, просто проломает крышу. Ну, технологии, конечно, здесь на таком уровне, что там куча датчиков стоит, и они все это видят. То есть, смотрите, какие могут быть минусы этой мойки. То есть, машина получается, в принципе, чистая, но не полностью сухая. Если вы помыли машину, и у вас, к примеру, пороги, вот здесь вот на этих порогах будет грязь, то она так и останется. Коврики здесь тоже никто не моет. Видите, ковры так и остались грязные. То есть, это для того, чтобы это, получается, тоже такая экспресска. То есть, чтобы поехать, заехать, быстро помыть машину, буквально за 4 минуты, помыли полностью машину. Грубо говоря, не выходя с машины, дали деньги, проехали, быстро чистая машина, все. Самый, конечно, качественный вариант, это заехать на мойку, где моют ребята вручную. То есть, здесь, конечно, спектр услуг гораздо шире. Видите, смотрите, здесь на этой мойке 32 наименования. Здесь можно, что хочешь. И химчистку салона сделать, и натереть воском. Ну, в общем, полный сервис, все можно делать. То есть, машины заезжают, ребята вручную их моют. На таких мойках, то есть, вам ничего делать не надо. Получается, конечно, немножко дольше, при этом, как бы, качественно. То есть, на качественных мойках, смотрите, вы даже увидите вот такую комнату отдыха. Смотрите, то есть, есть и туалет, есть и мини-холодильник, и телевизор, и даже есть камера, которая показывает каждый бокс. Вы можете сидеть отсюда и наблюдать, как моется ваша машина. Даже есть кондиционер. То есть, видите, ну, не на всех, конечно, мойках такой уровень. Видите, газеты есть, почитать. То есть, все для клиента. Смотрите, какие плюсы и минусы моек. Когда вы заезжаете на мойку самобслужной, какие у нее минусы? Вы моете машину, понятно, сами. На вас может лететь вода, вы можете промокнуть. И когда вы моете ее в мороз, она успевает, в том, как вы ее моете, она сразу покрывается льдом. Плюсы у нее какие? Дешево и быстро. То есть, вы можете быстро и дешево помыть машину. По туннельной мойке какие плюсы и минусы? То есть, минус основной, когда вы заезжаете, если у вас на машине какой-то дополнительный обвес, может поотрывать. Также коврики там не моют, пороги остаются грязные. То есть, если они были сильно грязные, они такие грязные и останутся. Не дешево, то есть, мойка не дешевая. Но единственный самый большой плюс ее, очень быстро. То есть, вы заехали 4 минуты, вы выехали, машина, скажем, чистая и сухая. Последняя мойка, которую я вам показывал, когда вы заезжаете, загоняете в бокс, ребята ее моют. То есть, вы машину оставили, ребята сами все сделали, помыли коврики, помыли машину. Если хотите, они могут вам сделать химчистку салона. То есть, все это, понятно, будет упираться в деньги. То есть, чем больше вы заказываете каких-то функций, скажем, то, понятно, делать им это будет дороже. Но это, получается, самая качественная мойка. То есть, самая дорогая и самая долгая. То есть, конечно, если у вас времени нет, стоять полчаса ждать, пока ребята вам помоют машину, конечно, можно заехать на, скажем, мойку самообслуживания. Ну, либо на туннельную. На туннельную не заедете, если у вас есть какой-то дополнительный обвес. Конечно, где мыть машину, выбирать вам. То есть, вы так примерно будете знать плюсы и минусы моек. В общем, если это видео понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал. Также можете добавиться в группу ВКонтакте. Я внизу в описании сделаю ссылочку. Можете переходить и добавиться. Также у нас появился Инстаграм. Также в описании можете по ссылочке переходить. Смотреть как бы разные фотографии. То есть, будем добавлять разные маленькие видео, фотографии. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok